2014 год пройдет по всей стране под знаком культуры. Особое внимание планируется уделить памятным датам. В Иванове это не просто год культуры, а год, посвященный семье Бурыльных. Краевическому музею исполнится 100 лет. К этой важной вехе музейные работники готовятся основательно. Заблаговременно разработана обширная праздничная программа. Всевозможные выставки, круглые столы и презентации будут проходить в течение всего 2014 года. В феврале увидит свет научный журнал «Бурыльнский альманах». Издание зарегистрировано в управление Роскомнадзора по Ивановской области. Ведется сбор публикаций. Это будет полноцветный юбилейный сборник с большим количеством иллюстраций. Первоначальный тираж составит 200 экземпляров. Презентовать первый номер планируется 16 февраля, день рождения основателя Музея промышленности и искусства Дмитрия Бурыльна. Редакционной коллегии 12 известных историков-краеведов, которые занимаются изучением нашей области. Но, несмотря на заявленную тематику, наш журнал будет не просто краеведческим и не просто посвящен музейному делу, он будет междисциплинарным. То есть на его страницах мы будем размещать статьи по политологии, культурологии, истории. Одним из разделов является раздел «Неизвестный Дмитрий Геннадьевич Бурылин», где мы будем размещать статьи о коллекциях, которые еще не исследованы, о фактах из жизни основателя музея, которые также еще не изучены нашими исследователями. Также 16 февраля состоится вручение памятных медалей к вековому юбилею краеведческого музея. Их отчеканят из латунного сплава, тиражом 100 экземпляров на дно из санкт-петербургских фабрик. Но на этом сюрпризы года семьи Бурылиных не закончатся. Подробную программу праздничных мероприятий обсудили члены областного совета по культуре. Будет открыт и памятник Дмитрию Геннадьевичу Бурылину, специальные выставочные проекты. И, конечно же, серьезное здесь внимание мы уделяем совместно с Департаментом образования по развитию вот этих туристическо-познавательных проектов для наших школьников. То есть пока наши школьники обучаются в школе, они должны знать историю и своей малой родины, и своей страны. В следующем году для школьников планируется проводить бурылинские уроки. Занятия, посвященные значимой для нашего города личности. В Ивановской области действует проект всем классам музей. Но приобщать детей к истории семьи Бурылиных планируется еще более активно. Разрабатываются новые тематические экскурсии. Для учеников младших классов предусмотрен абонемент. По этому абонементу школьники могут приходить, посещать наш музей в течение всего учебного года, посещая экскурсии и занятия каждый месяц. И в течение этого срока школьники знакомятся подробно и постепенно с экспозицией нашего музея, с наиболее интересными экспонатами. А показать действительно есть что. Красивые витые лестницы, лепнина. Элементы внутреннего убранства здания сохранились до наших дней в первозданном виде. Музей, конечно же, похож на прекрасный дворец. Вы согласны со мной, ребята? Да. Нравится вам здесь? Ну, а хозяином нашего дворца является Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Более сорока лет он собирал свою коллекцию редкостей и древностей. Большинство экспонатов значительно старше, чем здание музея. В этом году 140-летие отмечают уникальные астрономические часы. В Европе их называли «восьмым чудом света». 95 циферплатов показывали астрономическое, хронологическое и географическое время, продолжительность дня и ночи. Давайте теперь внимательно осмотрим этот экспонат. Высоту хотляр часов составляет 2,5 метра, а в ширину, посмотрите, целых 3 метра. Удивлять экспонаты Краеведческого музея не перестают. А сотрудники всеми силами стараются представить многообразие музейных редкостей во всей красе. В сентябре следующего года откроется мемориальный кабинет Дмитрия Бурылина. И появится возможность еще ближе познакомиться с жизнью этого выдающегося человека. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.